Сегодня многие в расселенности. Многие бросились спасать мир в меру своих пониманий, возможностей и восприятий. Я сторонник того, чтобы не сторонник, это правильно, чтобы здесь, если спасать или помогать, то только то, что необходимо, а не просто создавать движение такое, знаете, броуновское. Побежали все, куда побежали, зачем побежали, потом ответим на эти вопросы. Все движения должны быть абсолютно точные, взвешенные и четко расставлены приоритет в своих делах и поступках. Поэтому мы приняли решение, абсолютно правильно, даже, может быть, это было необходимо и раньше сделать, о создании экспертной рады, экспертного совета. И вас прошу принять участие, дать свое согласие на то, чтобы у нас экспертный совет был и работал. Уважаемые коллеги, спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу и примите участие в работе экспертного совета. Я хочу, Геннадий Ильич, вам сказать, что это уважаемые люди в медицинской общественности, специалисты высокого уровня, квалификации. Я хочу вам представить, это Юрий Петрович Карченко, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины. Он заведует кафедрой детских инфекционных болезней. Его кафедра расположена на территории инфекционной болезни, да, инфекционной больницы. Светлана Яковлевна Лаврюкова вы знаете, Александра Владимировича Петелкаки тоже знаете, это наш сотрудник, но он еще доцент медицинского университета, кандидат медицинских наук. Ольга Ивановна Балановская, это наш давний друг и соратник по борьбе со всякими инфекционными осложнениями. В общем, она нас всегда корректирует, мы всегда с ней работаем в тесном контакте. Также Татьяна Владимировна Тюбан, она заведующая, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней, взрослых, но имеется в виду, тоже находится на территории больницы нашей инфекционной. Вот такой у нас совет. Значит, по мере необходимости, если будут возникать вопросы, мы будем приглашать специалистов. Но я хочу обратить внимание, что за многие годы вот такой политики в области здравоохранения у нас практически не осталось таких специалистов. И эти специалисты практически на вес золота. Действительно, что вот если вот мы сидели, обсуждали с коллегами, кого же пригласить? Ну, конечно, мы знаем всех их на перечет, мы все между собой общаемся, мы все вместе работаем. Мы, в общем-то, ничего еще не провалили. Значит, мы шаг по шагу выполняем все, что необходимо. И вы работаете в инфекционной больнице, вы видите, что возникла такая проблема, значит, начинается подключение к кислороду. Людей кормят. Сейчас решится вопрос по довозу на работу. Отходы, значит, эти твердые и вот эти вредные. Все вопросы решаются. То есть мы стараемся, прежде всего, обеспечить средствами индивидуальной защиты, чтобы наши врачи и наши медицинские работники не пострадали. Геннадий Анатольевич дал распоряжение. Мы выплачиваем и премию, и сейчас будем выплачивать 90% от оклада, да? Да, премия. А потом уже будет 300%. В общем, так как мы ждем постановления Кабинета министров. У нас какая просьба? Значит, то, что касается сугубо медицинской нашей деятельности. Конечно, в этой ситуации каждое лечебное учреждение разработало маршрут пациента. Каждое лечебное учреждение разработало алгоритм действий, который необходимо, значит, для того, чтобы правильно выполнять все, так сказать, наши постулаты. И, конечно, локальные протоколы. Значит, Александр Владимирович, анестезиологов-ринематологов, мы, у нас, значит, создал протоколы для анестезиологов-ринематологов всего города, Геннадий Анатольевич. Значит, наши уважаемые коллеги-инфекционисты создали эти протоколы для лечения инфекционных больных. Значит, мы их будем немножко там дорабатывать. Сейчас мы разрабатываем, в общем-то, такой протокол по лечению пациента с тяжелой степенью заболевания и средней тяжести, потому что мы должны приблизительно знать, сколько у нас уйдет медикаментов и всего остального на одного пациента. Это тоже очень важно. Понятно, что нельзя предугадать все, но, по крайней мере, базовое лечение мы должны предусмотреть, что для этого нужно, чтобы потом не оказалось, что, в общем-то, нам нечем лечить или мы что-то пропустили. Ряд препаратов, вы уже об этом говорили нам, и мы знаем, они у нас не выпускаются в Украине. И, конечно, очень важно рассчитали, сколько необходимо кислорода дополнительно. Александр Владимирович все рассчитал. Значит, у нас есть сколько необходимо для каждой больницы кислорода дополнительного при массовых поступлениях наших сограждан заболевших. Поэтому работа проводится очень большая, колоссальная. Значит, сейчас у нас некоторые, где мы будем потом разворачивать госпиталя, не сталкивались с работой анестезиологов в таком режиме. Поэтому Александр Васильевич подготовился в свою больницу, он еврейскую выучил всю, да? Да. Они все готовы. Значит, сейчас необходимо, значит, это инфекционная больница. То есть составлен график, где наши специалисты, уважаемые, будут тренироваться, проходить, так сказать, ускоренные курсы повышения квалификации. И кафедры инфекционных болезней, которые руководители мы пригласили, значит, ассистенты кафедры участвуют в лечебном процессе. Это тоже очень важно. И профессора и доценты. И профессора и доценты, да. Ну, я говорю, что в основном все участвуют. Поэтому вот я считаю, что если вся медицинская общественность сплотится под вашим руководством, я думаю, что, конечно, мы постараемся, чтобы, конечно, будут, так сказать, у нас трудности. Трудности, да. Но, по крайней мере, все, что возможно, мы будем стараться и готовиться к этому. Значит, учитывая то, что многие совместители, мы будем говорить о реальных порядка 80 анестезиологов, из которых 20% пенсионеры, да. Мы говорим, 80. Это работающих? Да. Но возраст некоторых за 60, которые продолжают отработать. Это сколько? 20%? Ну, это процентов 20. Да. И когда у нас получается... Ну, это 20-60 человек. 65. Ну, 65. Да. Единственное, в чем нашему городу очень сильно везет в том, что, к сожалению, наш... к счастью, наш университет привлекает молодых специалистов. Значит, я провел работу выпускники кафедры анестезиологии за последние три года. Многие из них трудоустроены в государственных клиниках. Многие даже никогда не работали после интернатуры, да. Это список из порядка, я посчитал, 80 человек, да. Есть контакты, мы с ними уже начинаем связывать. Это плюс 5-м 65. Да. Это люди с сертификатом анестезиологии. Это 80 человек. Да. И сегодня интернатура по анестезиологии – это два года учебных. Интерны первого года и интерны второго года 150 человек на кафедре утром. То есть у нас есть резерв анестезиологический. Ну, то есть по факту мы не скажем, конечно, сколько это. Но по цифрам это порядка 200 человек, молодых специалистов, которых в течение двух дней мы можем обучить всем приемам работы с респираторным дистресс-синдромом, да. То есть пациенты, которые будут находиться в реанимации, это пациенты, у которых будет сопутствующая патология. И вот этот респираторный дистресс-синдром, требующий искусственной вентиляции. Траваи. Сегодня пускай они подготовят на стеклах, я не знаю, это будет «Красный крест», написано, только для медработников. Вот спецрейс для медицинских работников. Туда будут заходить только по или подготовке по пропускам. Сделайте, может быть, отдельные пропуска, сейчас срочно дать задание, чтобы это было или там на белом фоне «Красный крест», вот как это везде обозначается. И это будет не спецпропуск, а приоритет даже среди спецпропусков. Это нужно сделать сегодня, до утра. Может быть, делать. Прямо так возьмите сейчас, вы поняли, да? На белом фоне «Красный крест» и объявить всем перевозчикам сегодня и нашим службам. Приоритет. Для медицинских показали, стоит очередь, проходит без очереди, заходит в троллейбус. Или в трамвай. Или в автобус. Особенно утром у нас в 7 часов должен стоять такой трамвай на остановке на Паустовского или на Архитекторской. Мы сегодня по всем нашим медицинским учреждениям отповестим всех, кто пользуется нашим городе-транспортом, о том, что такой трамвай есть. Петролейбус. И автобус. И перевозчик, и перевозчик, я поговорю. По инициативе мэра Геннадия Леонидовича Труханова при Горсовете создана экспертная комиссия по вопросам предотвращения или лечения больных с коронавирусной инфекцией. В эту комиссию вошли специалисты и практического здравоохранения, вошла председатель департамента здравоохранения, городского департамента здравоохранения, и также вошли специалисты Одесского национального медицинского университета. Основной круг вопросов, который будет освещаться и будет разрабатываться экспертами этой комиссии, это, конечно же, оказание и лечебной помощи, оказание и диагностической помощи для больных коронавирусной инфекцией, для больных нашего города, ну и, скорее всего, для больных области, потому что у нас одна инфекционная больница городская, которая сегодня принимает и больных города, и больных области. И здесь следует сказать о том, что на сегодняшний день работе инфекционной службы уделяется очень большое внимание. У нас наша больница практически обеспечена и средствами индивидуальной защиты, обеспечена халатами, защитными костюмами, масками. У нас есть препараты, с помощью которых мы можем оказывать действительно действенную помощь для данной категории больных. Ну а задача комиссии – это, наверное, не только рассматривать те вопросы, которые есть сегодня, но и смотреть еще несколько в будущее для того, чтобы при возможном тяжелом течении данной эпидситуации, чтобы город был готов к оказанию помощи данным больным. Сегодня обсуждались вопросы возможности здравоохранения города к оказанию помощи больным, к приему этих больных и к оказанию диагностической, консультативной, лечебной помощи. Что еще необходимо, в чем еще может нуждаться наш город для сохранения здоровья его граждан? Дело в том, что создание экспертного совета стало требованием времени. Если раньше мы проводили одиночные консультации со специалистами, медиками, то сегодня мы расширили наши возможности в том, чтобы принимать коллегиальные решения, взвешенные, обсуждаемые. Такая своеобразная фокус-группа, которая получает техническое другое задание и находит правильный ответ. И дает нам тот рецепт, или тот протокол, по которому мы должны следовать. Вот примерно сегодня мы, создав такой экспертный совет, надеемся, что наша работа будет более эффективной. Эффективной во всех направлениях. Первое, что мы вводим согласие Северного экспертного совета и вводим в нашу комиссию по предотвращению распространения коронавируса. Да, кстати, еще очень важно сказать, что мы перешли сейчас в онлайн режим. То есть фактически мы теперь не будем собирать такое большое количество членов комиссии, ни комиссии ТЭПЧС, ни комиссии нашей по противодействию. Это будет происходить все. То есть люди могут оставаться на рабочих местах. В данном случае это руководитель нашей институтной больницы. Постоянно 24 часа в сутки занятый человек. Ну и другие не менее занятые эксперты, которые смогут, мы им будем сообщать время, подключившись со своего телефона, своего гаджета, и принимать участие, и отвечать на те вопросы, которые возникают у нас в период проведения данной комиссии. Я думаю, что это своевременно, правильно, это улучшит нашу работу. Сегодня мы уделили внимание на первом таком заседании, организационном, но решили очень важный вопрос. Дело в том, что мы все в Одессе, да и не только в Одессе, в Украине, я участвую в селекторных на радах совещаниях с президентом, я слышу отчеты со всех областей Украины, мэров городов и председателей областных государственных администраций. Звучат цифры, сколько закуплено ИВЛов, сколько масок, сколько койко-мест и так далее, и так далее. Но я ни разу не слышал, чтобы мы обсудили вопрос, а кто будет обслуживать эти ИВЛы, кто умеет на них работать, и сколько у нас специалистов, сколько у нас медицинских работников всего. Младшего медперсонала, старшего медперсонала, врачей, медсестры, медсестры и так далее. Никто эти вопросы не говорит. Я бы предложил нам всем, в том числе коллегам, что на таких селекторных совещаниях говорить о людях, которые работают на этом. Сколько у нас специалистов. Сегодня было принято решение провести мониторинг, своеобразную инвентаризацию, если так можно сказать, проверить и посмотреть, сколько же у нас сегодня необходимо привлечь медицинских работников в случае действительно ухудшения ситуации распространения. Грубо говоря, какая у нас скамейка запасных. Те цифры, которые сегодня назывались, они носят такой теоретический характер. То есть 200 человек примерно мы насчитали, вот по разным направлениям у нас резерв. Но сколько из них готовы прийти и работать, мы не знаем. Чтобы не жить в таком иллюзиях, сегодня мы решили о том, что мы, во-первых, я уже посредством сегодняшнего с вами беседы обращаюсь к руководителям медицинских учреждений, к нашему ректорату медицинской академии, о том, чтобы мы просмотрели, поговорили непосредственно, и, соответственно, поговорили с самими людьми, не просто взяли штатное расписание или, допустим, количество студентов и сказали, вот у нас 200 человек. Нет, надо позвать, побеседовать с каждым, кто может сегодня работать в качестве медицинской сестры, медбрата, не знаю, на различных должностях, побеседовать. Только получив согласие, уже дать нам информацию, сколько же, какой скамейкой запасных или каким ресурсом, людским ресурсом мы можем располагать. Это сегодня очень важный вопрос. Из специалистов мы говорим о том, что у нас аппараты нет, аппаратов ИВЛ. Даже те, которые есть сегодня у нас, вот порядка до 70 аппаратов, у нас было 65, два находились в нерабочем состоянии, ждали ремонта, хотя это эксперт класса хорошие ИВЛы. Один уже отремонтированный, введен в строй, уже стоит у нас в работе. И еще один вот должен, плюс приобретенные, подаренные меценатами, бизнесменами города. Но я хочу понимать точно, сколько у нас специалистов могут на них работать. В каждом лечебном учреждении мы должны четко понимать, сколько специалистов у нас могут работать на этой аппаратуре. Продолжение следует...